Чемпионат мира по футболу. Представляем вам полный список стран-участниц. Набранные очки – лучшее достижение. Сальвадор – худшая команда за все времена. У неё 2 участия, 0 очков, разница голов – минус 21. Лучшее достижение – групповой этап. Места 69-го по 77-й распределились следующим образом. Демократическая республика Конго, она же Заир, Гаити, Китай, ОАЭ, Панама, Индонезия, Канада, Тога, Ирак. Эти сборные также не сумели набрать очки. Групповой раунд никто не проходил. Четыре сборные имеют по одному очку. Боливия – 68-е место, Тринидад и Тобаго – 67-е место, Кувейт – 66-е. Выше будет Исландия, у которой лучшая разница голов – минус 3. Наивысшее достижение – групповой этап. Египет занимает 64-ю строчку. Команда 3 раза принимала участие на чемпионатах мира, набрала 2 очка, но из группы никогда не выходила. Выше расположен Израиль и Ангола, у которых тоже по 2 очка. Четыре страны имеют по 3 очка. 61-й – Гондурас. Разница голов – минус 11. Новая Зеландия – минус 10. Ямайка – минус 6. Босния и Герцеговина. Баланс голов равен нулю. 4 забито и 4 пропущено. Четыре команды набрали по 4 очка. Это Северная Корея – 57-е место. Она дважды участвовала на чемпионатах мира. Высшее достижение – четвертьфинал. Куба – четвертьфинал. Словения – групповой этап. Словакия – 54-е место. 1 восьмая финала. На 53-м месте у Уэльс – 6 очков. Разница голов – 0. Четвертьфинал 1958 года. Украина – одно участие. 5 голов забито и 7 пропущено. Разница – минус 2. 7 очков. Четвертьфинал 2006 года. 8 очков у Греции. Выше достижение – 1 восьмая финала. 50-е место у Норвегии. 3 участия. 9 очков. 1 восьмая финала. Австралия, Иран, Тунис, Южная Африка. Кодиуар набрали по 10 очков. Только Австралию удавалось выйти из группы. 1 восьмая финала. Марокко и Саудовская Аравия имеют по 11 очков. Сборные по 5 раз участвовали на Кубках мира. Обе играли в 1 восьмой финала. Выше следующая африканская пара – Алжир и Сенегал. У них по 12 очков. Сенегал – четвертьфиналист, а Алжир – участник 1 восьмой финала. У Эквадора 3 участия. 13 очков. 1 восьмая финала. Северная Ирландия и Республика Ирландия. Соседи. Тут почти все одинаково. По 3 участия. По 14 очков. Выше достижение. 1 четвертая финала. Гана. 3 участия. 15 очков. Участник четвертьфинала 2010 года. У Турции на 1 очко больше 16. Наивысшее место – третье в 2002 году. При том, что эта сборная принимала участие лишь два раза. У Болгарии 7 участий. 17 очков. 4 место. В 1994 году проигран матч шведам за бронзу. Перу – 18 очков. 1 четвертая финала. Камерун и Шотландия имеют по 19 очков. Африканцы выходили в четвертьфинал, а шотландцы в 8 раз не могли преодолеть групповой барьер. Япония и Коста-Рика имеют по 20 очков. Выше достижение – Коста-Риканцев. 1 четвертая. У японцев – 1 восьмая финала. Нигерия – единственная сборная, набравшая 21 очко. Она 6 раз принимала участие на турнире. 1 восьмая финала – высшее достижение. У Южной Кореи уже 10 турниров. 27 очков. В 2002 году проигран матч за бронзу. 4 место. Румыния – 29 очков. 1 четвертая финала в 1994 году. США и Колумбия имеют по 30 очков. У США 10 участей и бронзовые медали 1930 года. У колумбийцев выход в 1 четвертую 2014 года. Парагвай – единственная сбора, набравшая 31 очко. Лучшее достижение – 1 четвертая финала. Дания – 32 очка. Также 1 четвертая финала. А вот хорваты провели столько же турниров в 5. Набрали больше очков – 37 и вышли в финал 2018 года. У Австрии и Чили по 40 очков. Обе сборные имеют бронзу. Вышли будут европейцы, у которых лучшая разница голов. Чехословакия и Чехия набрали вместе 41 очко. Из них 38 у Чехословакии, которая дважды занимала второе место. Если посмотрим отдельно, то у Чехии одно участие на групповом этапе 3 очка. У Швейцарии 44 очка. Удивительным образом эта страна трижды играла в четверть финалах. Венгрия и Португалия имеют по 48 очков. Правда, лучшие времена венгров позади. В 38 и 54 году им удавалось выходить в финал. У Португалии выше достижение третье место 1966 года. Польша 53 очка. Третье бронзовое место в 74 и 82. Мексика вместе с преемницей Югославии и Сербии делят одну позицию – 62 очка. Из них у Сербии только 6, остальные 56 очков добыты Югославией, Королевством Югославии, сборной Сербии и Черногорией. У Мексики выше достижение 1 четвертая финала, у Югославии и Сербии дважды четвертое место. Если взять отдельно, то у Сербии два участия, оба в группе всего 6 очков. У СССР и России набрано вместе 67 очков, 77 мячей забито и 54 пропущено. Разница плюс 23. При том, что Советский Союз за 7 участий набрал 51 очко и занимал четвертое место, а правоприемница Россия за 4 турнира набрала 16 очков, в 2018 году стала четверть финалистом. Выше Бельгия 13 части 69 очков. В 2018 году этой сборной покорилась бронзовая медаль. У Швеции еще выше достижение 70 очков и второе место в 1958 году на Домашнем чемпионате мира. Дальше остались фактически одни чемпионы. Это нужно было сказать сразу. В нашем выпуске уже пересчитаны очки на современный манер. Три очка за победу и одно очко за ничью. Итак, девятое место у Уругвая. 13 турниров, 84 очка, 2 победы в 1930 и в 1950 годах. Восьмое место Нидерланды, 10 чемпионатов мира, 93 очка за все времена, дважды серебряные призеры. Седьмое место Испания, 15 участий, 105 очков, чемпионы 2010 года. Шестое место Англия, также 15 участий, на 3 очка, больше чемпионы 1966 года. Пятое место Франция, 15 турниров, 115 очков, двукратные чемпионы мира. Четвертое место у Аргентины, 17 раз принимала на участие на Кубке мира, набрала 144 очка, чемпионы 78 и 86 годов. Третье место Италия, 18 мундиали, 156 очков, разница голов, плюс 51, четырехкратные чемпионы мира. Второе место Германия, 20 участий, 229 очков, разница голов, плюс 101, обладатели четырех кубков мира. Посмотрим разбивку. ФРГ, 122 очка, 3 чемпионства, ГДР, 8 очков, выход во второй групповой этап. Объединенная Германия набрала 89 очков и в 2014 году стала чемпионом мира. Еще 10 очков и третье место заработала Германия, которая носила название тогда Третий Рейх. Итого 229 очков. Первое место остается за пятикратными чемпионами мира бразильцами. Единственная сборная, сыгравшая на всех турнирах 21 участия. Баланс голов плюс 124, 273 очка. Оставляйте свои впечатления, услышимся в ролике отличия новой лиги чемпионов от Суперлиги.